Хруст в суставах Это достаточно серьезный сигнал, я бы даже сказал, крик о помощи ваших суставов. Они сигнализируют, что они не получают полноценное питание. И за этим может последовать развитие артроза суставов вплоть до анкилоза. Что такое анкилоз? Это полное зарощение суставной щели с невозможностью совершать движение в этом самом суставе. Что следует далее? Либо это операции по пересадке суставов, либо ограничение, серьезное ограничение двигательной активности, за которым идет проблема тут же сердца, сосудов, обмена веществ, снижается иммунитет, куча проблем возникает. Вы первоисточники которых просто банальный хруст суставов. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете принципиальное строение суставов, чтобы понимать, что же все-таки нужно делать. Вы также узнаете, о чем говорит хруст суставов. А также, что делать, ну если суставы все-таки хрустят. Ну, для понимания важно понимать, что такое сустав, из чего, как он работает. Ну, сустав состоит из двух костей. Кость одна, кость вторая. Ну, кости друг от друга трутся достаточно плохо. У кого нет хряща, они уже об этом знают. Движения очень болезненные и резко ограничены. Именно поэтому между костями находится слой хряща с двух сторон. Видите, он такой зубчатый немножко. Этот хрящ выполняет несколько функций. С одной стороны, функция скольжения, то есть он достаточно гладкий, что обеспечивает легкость совершения движений. Он же и выполняет роль амортизатора. Он достаточно эластичный. И благодаря этому, когда человек идет, хрящи, именно хрящи, гасят основную часть ударной нагрузки, ну для того, чтобы вы не получили сотрясение мозга при достаточно активной физической деятельности. Эта конструкция достаточно герметично закрыта суставной сумкой. И фактически она выполняет мягкую такую удерживающую функцию. Но это не ее основная функция. Основная функция удерживать в этой полости внутрисуставную или синавиальную жидкость. Именно синавиальная жидкость обеспечивает питание суставного хряща, его своевременную регенерацию. Если вы не знаете, как обеспечить питание хряща за счет выработки синавиальной жидкости в достаточном количестве, проблемы с суставами могут возникнуть. Тема достаточно острая, потому что, имея более 200 суставов, во всех этих 200 суставов находятся 2 столовых ложки синавиальной жидкости. Всего можете провести простой эксперимент. Возьмите 2 столовых ложки какой-то жидкости и попробуйте разделить ее на 200 порций. Я думаю, что достаточно сложное трудоемкое занятие. Именно поэтому, когда каким-то суставам синавиальной жидкости не хватает, там развиваются различные проблемы, в том числе и хруст в суставе. Хотя для того, чтобы хруст развивался реже, синавиальная сумка укреплена связками. Да, связки я тут нарисовал тоненькую одну связочку, но в принципе разные суставы имеют разные связки. Они по-разному расположены для того, чтобы удерживать суставные поверхности вместе, чтобы они не разлипались. Ну и чтобы возможность движения в суставе совершалась максимально эффективно. И одна из причин для того, что появился хруст в суставах, это естественно связочный аппарат, о котором я скажу чуть позже. Чуть меньшее значение, как удерживающая сила, но большее значение, существенно большее значение для движения в суставе выполняют мышцы. Вот такая поперечно-полосатая, тут я нарисовал. Их больше, они как правило перебрасываются минимум через один, а иногда и через несколько суставов и позволяют совершать активные целенаправленные движения в суставе. Ну вот такая вот принципиальная схема. Так вот почему же все-таки хрустят суставы? Одни говорят, что проблема сустава это связочный аппарат. И связочный аппарат, почему чаще хрустят суставы у женщин? Ну потому что у них связки слабее. Я понимаю, что питание суставов, питание восстановления связок зависит от силы печени, слабая женская печень, понятно, связочный аппарат слабенький и хрустят такие суставы чаще. Но это не основная причина хруста в суставе. Потому как многие из вас, можете сейчас даже провести эксперимент, поставьте это видео на паузу и сделайте несколько приседаний. Как правило, в начале первых несколько приседаний хруст в суставе есть в коленном, а потом волшебным образом исчезает. Что, у вас несколько движений усилили связочный аппарат? Нет. Не думаю, что так быстро все произошло, потому что при хорошем кровообращении, при хорошем организме молодого человека связочный аппарат восстанавливается в течение двух недель. У людей более зрелого возраста и 3-4 недели, иногда и больше. Это нужно понимать, что несколько приседаний не позволит вам укрепить связочный аппарат в суставе. А происходит там совершенно иное действие. Потому что если вы приседаете дальше, хруст опять появляется. И что, связочный аппарат теперь разболтался? Да нет. Просто опять-таки, произнесло то самое действие, только в обратную сторону, о котором я скажу чуть позже. Конечно, при экстремальных движениях суставы будут хрустеть, потому как связки не выдержат. Но не только связки. Связки удерживают суставные поверхности рядышком. Но более значительную удерживающую силу выполняет смазка. Смазка, внутрисуставная жидкость или синавиальная жидкость, она обладает более сильной сдерживающей силой. Вы можете легко провести эксперимент. Возьмите, положите на ровную поверхность, на стол, например, стекло, сухое, и попробуйте его поднять. Как правило, вы его поднимете. Если вы положите такое же стекло или то же стекло на тот же стол, но с моченной водой, вам удастся сдвинуть относительно поверхности стекло. Но поднять очень будет проблематично. Вы скорее его разорвете, стекло, чем поднимете. Вот то же самое происходит и в суставе. Если синавиальной жидкости хватает, очень сложно оторвать одну поверхность суставную от другой и вызвать тот самый хруст. Если же синавиальной жидкости по какой-то причине в этом суставе не хватает, ее скрепляющая или сцепляющая способность резко снижена, и даже небольшое неловкое движение вызывает хруст в суставе. Но если бы хруст был просто звук, это было бы здорово. Но хруст показывает о том, что питания это в суставе нет. То есть этот сустав легко идет в сторону дистрофии, и проходя через 4 стадии артроза, легко попадет в анкилоз. Поэтому важно понимать, что делать, когда суставы хрустят. Они не просто хрустят, они кричат о помощи, кричат от голода. И некоторые считают, что самая простая помощь, это просто добавить воды. Сириальная жидкость тоже вода, она содержит воду. Да, вода действительно помогает чуть больше выработать сериальной жидкости. За счет того, что в принципе снижение вязкости крови улучшает доставку питательных веществ к суставу. Но это такое малое действие, о котором даже не стоит говорить. Да, конечно, вода еще помогает провести очищение крови. Но для хрустов в суставах очищение крови меньше имеет значение. Это же не артрит. Это просто дистрофический процесс, связанный с нехваткой жидкости. Поэтому очень важно обеспечить правильное питание суставов. И как это сделать? Ну, конечно же, дозированные и правильное проведение физических нагрузок. Ни в коем случае это не бег. В очень малой степени это ходьба. Конечно, многие советуют плавание. Да, во время плавания нагрузка на суставы минимальна. Движения совершаются легко. И вроде как питание суставной поверхности улучшится. Хруст должен уменьшиться. В принципе, да. Но, если это плавание в бассейне, где нет хлора. Потому что хлор это боевое отравляющее вещество, которое мягко выражается для здоровья. Мало пользы принесет. И бассейн не должен обрабатываться серебром. Потому что серебро это тяжелый металл, который является хорошим окислителем. Он окисляет бактерии. Именно поэтому он и обладает антибактериальной активностью. И местные его используют. Но когда попадает ионы серебра с водой в рот. И вы их глотаете. Они обладают вяжущей активностью по отношению к слизистой желудке. И здесь регулярное использование такого способа улучшения состояния суставов. Может привести к улучшению совершенно другой системы. Поэтому плавание, да. Это либо открытые водоемы. Либо бассейны, где вода обрабатывается, обеззараживается озоном. Озон убивает и бактерии. Он много окисляет токсических веществ. И помогает фактически плавать, улучшать состояние суставов без вреда для здоровья. Также очень хорошо это гимнастика. Но гимнастика должна быть, во-первых, без отягощений. И во-вторых, вы должны ее выполнять каждые час-полтора. Поэтому, если вы ведете сидячий образ жизни, то хотя бы каждые полчаса меняйте позу. Попробуйте подвигаться, чтобы у вас поработали разные суставы. Поработайте кистями рук, чтобы они у вас смазались фактически сириальной жидкостью. Потому что, когда вы приседали, вы просто провели на себе опыт. Если суставы исходные у вас были, коленные суставы или коленостопные, были сухими, потому что без нагрузки сириальная жидкость туда не идет. Зачем давать питание, если там нет обмена веществ активного, если там нет расхода. А хрящ он имеет, кроме того, что он обладает такой достаточно гладкой поверхностью, он все-таки обладает определенной присасывающей способностью. И когда нагрузка на сустав идет, идет работа, а когда сустав не нагружен, кости расходятся и идет заход сириальной жидкости и активное питание. И важно сочетать правильно вот эти вот нагрузки. Поэтому все статические позы для суставов очень плохо. Потому что нагрузка идет, а питание не идет. Питание пойдет, когда нагрузка исчезнет, нагрузка уменьшится. Поэтому очень хорошо стоять, для того, чтобы хруст в суставах никуда не девался и развился артроз. Но лучше все-таки хотя бы переминаться с ноги на ногу. Или ходить. Но не бегать. Когда вы бегаете, ударная нагрузка разбивает суставы. Я уже не говорю о том, когда вы прыгаете. Поэтому очень важно это понимать и правильно выполнять. Очень важно, чтобы обувь у вас была, как говорится, ортопедическая. То есть каблук должен быть не меньше двух сантиметров, но не больше четырех. Это самый эргономичный каблук для всех суставов, включая суставы позвоночника. Это важно очень понимать. Также очень важно, чтобы в свое время к суставам попадало питание. Известный хондроитин, глюкозамин. Да, вы в принципе можете, конечно, принимать препараты. Вы понимаете, что когда вы готовите продукты животного происхождения, где попадается санитая ткань, то есть кожа, попадаются связки, хрящики. То вы получаете их в свой организм. Также очень важно, чтобы на столе или в вашем рационе регулярно было морковь, свекла, тыква. Там достаточно много витамина А. Но если вы это все делаете, а хруст в суставах есть, то, наверное, есть еще один транзитный участок, который вы не учли. Потому что если вы даете все компоненты для питания хряща, а суставчики все-таки хрустят, я думаю, что у вас немножечко нарушена работа печени. Вы не знаете, что делать, если у вас есть печень. Такая книга есть. Тут достаточно подробно описаны условия для обеспечения высокой работоспособности печени. Предупреждение хрустов суставов и артрозов. Артроз излечивается вплоть до третьей стадии. Четвертая стадия не излечивается, там просто уже нет хряща. Вторая и третья излечиваются легко. Про первую даже и говорить невозможно. Она излечивается еще легче. Важно просто правильно совершать действие в нужном направлении. Для суставов, для питания хряща. Поэтому очень важно понимать условия для питания суставов. Очень важно понимать, что женский пол, избыточный вес, перенесенный в прошлом гепатит, имеющийся сегодня жировой гепатоз, стеатогепатит. Это все факторы, которые снижают резистентность суставов к гипоксии и провоцируют развитие различных обменно-дистрофических заболеваний. Первым сигналом о возможности развития которых служит хруст суставов. И самое простое решение ситуации, вы можете на моем канале найти видео консультации врача-диетолога онлайн бесплатно. Просмотрев это видео, вы узнаете основы правильного питания, которые важны для вашего здоровья вообще. И для того, чтобы превратить или закончить все-таки хруст суставов в частности. Если же вам нужна реальная консультация, не вопрос контакта, вы видите. А пока вы думаете заняться своим здоровьем или еще похрустеть суставами, я с привычным многим подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения, подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. И не забудьте, если это видео вам понравилось, поставить на него лайк, отправить его своим друзьям, знакомым, родственникам. Потому что хруст суставов это здорово. Вот. Но лучше не хрустеть суставами, а использовать их по прямому назначению, без боли в суставах, потому что это следующий этап в развитии данного процесса. До новых встреч на моем канале.